Девушки отдыхают Для того, чтобы мы могли спокойно зайти в транспорт, трамвай, троллейбус, метро Если город Москва это достаточно богатый по бюджету город Мы очень часто слышали от вас Когда европейский бюджет Москвы сможет оплатить лифты в метро Как в любом европейском городе я могу спуститься на метро в лифте Спокойно, без стресса, без поднятия коляски с ребенком В Москве я этого сделать не могу Я могу только сходить на экскурсию на метро Достоевская и Марина Роща Спуститься до эскалатора А потом все Дальше, то есть это вот такие, где можно спокойно спуститься А потом я уже Эскалатор впереди, коляска и прочие радости нашего транспорта То есть это касается не только мам с колясками Но и наших инвалидов, которые в принципе не могут передвигаться по Москве Спасибо Алексей Отличный вопрос, спасибо большое Но я бы сказал, что это в первую очередь касается инвалидов Потому что мама с коляской Хотя бы мы знаем, что через три года ребенок вырастет Его можно будет за ручку водить Но ужасная вещь заключается в том, что, например, в Москве Практически невозможно увидеть инвалиды на улице Хотя в европейских городах и в США Они постоянно встречаются Просто наши инвалиды, которых у нас совершенно не меньше, чем в других странах Они просто живут в домах, как узники Они не могут спускаться, они вообще не могут выходить на улицу Вы совершенно верно сказали, что бюджет Москвы позволяет решить эту проблему в течение трех лет В гораздо более бедных европейских городах эта проблема решена Просто нужно начать ее решать Вот когда департамент благоустройства будет заниматься не тем, чтобы размещать гранитные урны для озеленения на Тверской улице по 12 миллионов за штуку А начнет делать пандусы, лифты в метро и так далее Тогда это и заработает Просто это вопрос политической воли Мы должны начать вкладывать туда деньги Это часть нашей программы Мы обязательно это сделаем Придумывать ничего не надо Есть европейский опыт, который говорит о том, как это сделать Здесь все проработано десятилетиями Нужно просто вложить туда относительно небольшие средства Вот и все Я обязательно это сделаю У нас еще один вопрос снизу Я правильно понимаю, да, Лика? Да, нам тут тепло и вопросов у нас много Так что уж потерпите, пожалуйста Представьте А нам тут холодно, но зато мы разогреваем Здравствуйте, Алексей, меня зовут Виктор У меня к вам следующий вопрос Вот в детстве вы же были пионером И было у вас счастливое пионерское детство Вот скажите, Алексей, вот вы, став мэром Москвы, да Считаете ли вы, что город должен вот в лице мэрии, например, принимать непосредственное участие В организации какого-то, не знаю, ну, детского движения, что ли, чтобы вот дети были заняты, потому что у нас в Москве есть, например, дворец пионеров, да, внутри которого существует большое количество там различных интересных начинаний для детей, там различные секции, кружки и прочее Но они как-то вот, не знаю, либо не очень популярны, либо испытывают реально недостаток финансирования, допустим, да Вот считаете ли вы, что там мэрия и мэр должны принимать непосредственное участие в организации подобного детского движения и, ну, как-то вот продвижения этого среди городских детей Вот среди родителей, да, опять же, вот, ну, вот такой вопрос Спасибо Спасибо Куда вы денете детей? Это два разных вопроса, извините меня Куда я дену детей и буду ли я лично повязывать галстуки на Красной площади? Здесь уже был вопрос про духовное воспитание Я не думаю, что москвичи будут в восторге от того, что их мэр, который должен решать большое количество проблем, будет заниматься тем, что будет организовать пионерские дружины, ходить на костры или завязывать кому-то галстуки Это вопрос родителей, это вопрос самоорганизации, самоуправления Я считаю, что такие вопросы, они должны быть переданы на низовой уровень в сами школы Если родители объединяются и хотят, чтобы в их школе было, не знаю, пионерское, скаутское движение, православное движение, какое угодно Больше самоуправления, пусть делает все, что хотят нужным Это вопрос родителей Решили? Пожалуйста Концепция нашей программы заключается в том, что мы передадим больше денег и больше полномочий на низовой уровень, в том числе и в школы И если учебный совет школы, состоящий из учителей и родителей, решает, что им нужна пионерская организация, решает, что им нужна форма, как элемент этой формы, красный, зеленый или какой угодно галстук, пожалуйста, пусть их повязывают Но это не задача мэра Задача мэра заключается в том, что я дам всем возможность принять любые решения И деньги на реализацию этих решений, деньги есть в московском бюджете Давайте вернемся к нам в студию, мне кажется, Никита, вот у нас есть прекрасный молодой человек Давайте, да, те, кто долго давно хотел сказать, ну давайте к вам, например Алексей, спасибо Вопрос такой, массовые мероприятия в городе, не митинги, а именно вот какие-то развлекательные Какое отношение, и знаете ли вы, такая вот сейчас ситуация сложилась, когда приходишь к какое-то массовое мероприятие, согласовывают, тебе говорят Ну, послушай, ты не юрлицо, и мы с тобой вообще разговаривать не будем Или ты приходишь, и тебе говорят, ты знаешь, это территория теперь не в ведомстве управы или не в ведомстве, там, какого-то отделения, да А она теперь в ведомстве Моспарка, и она туда перешла, никаких документов об этом нигде нет, никто об этом не пишет, и тебе нужно разговаривать теперь, допустим, с парком Ну, и, может быть, пару комментариев по поводу вот истории с... Я так понимаю, что вы задаете вопрос все-таки не про политические мероприятия, а мероприятия, там, массовые, спортивные, какие угодно Массовые, спортивные, развлекательные мероприятия Нужно разделить это все, есть городские, общегородские мероприятия, которые требуют перекрытия дорог, например, я не знаю, велопробег по МКАДу Есть большие кроссы, забеги, естественно, это вопрос городского регулирования, потому что это будет затрагивать сотни тысяч людей Чаще всего, в 99% случаев, это локальные мероприятия, которые проводятся, как вы сказали, в парке, в сквере и так далее, которые вообще никого не затрагивают, кроме местных людей Поэтому мы и вписали в нашу программу вопрос децентрализации, потому что я абсолютно уверен, что это вопрос не мэра И мэр не может разрешать или не разрешать вам провести местный спортивный праздник в Серебряном Бару Это вопрос местного сообщества, местные районные права, это все ваши полномочия Хотите проводить? Проводите, в конце концов, но для кого существует город? Город существует для нас, обычных граждан И если я вместе со своими соседями соорганизовался и хочу провести праздник в своем Мариинском парке, ну то я не должен никого спрашивать разрешение Я отправил уведомление в управу и пришел в мой собственный парк проводить мой собственный праздник Это жесткая вещь, на которой мы стоим Город существует для горожан, а не для каких-то чиновников, у которых горожане должны получать разрешение по каждому чиху Все просто А если это не праздник, а политическое мероприятие? С политическим мероприятием вообще все проще Конституция гарантирует всем право собираться мирно и без оружия Значит, собираются все мирно и без оружия Моя задача как мэра обеспечить просто всем безопасность Что если идут вот с этой стороны правые, а с этой стороны левые Чтобы между ними шла милиция, и они друг друга не побили Это единственная моя задача, которая стоит перед мэром Москвы И я не собираюсь читать, что написано у них на лозунгах Они для меня все москвичи Мне не важно их политические воззрения Они для меня москвичи Пусть ходят, пожалуйста, выражают свое политическое мнение Главное, чтобы никто не передрался Алексей, если позволите, вопрос еще из Твиттера Задают очень много подобных вопросов Алексей Кайпитян, пользователь В Твиттере спрашивает Нас и в Москве, и в Дагестане волнует вопрос С кавказскими подростками в Москве и их поведением Как будете решать этот вопрос? Что такое поведение кавказских подростков? Подростки, есть подростки Они разные очень сильно Есть подростки, которые сидят в библиотеке, книжки читают Есть подростки, которые приходят на Манежную площадь Специально совершать какие-то провокационные или вызывающие действия Для того, чтобы всех раздражать Но это называется мелкое хулиганство Мелких хулиганов, вне зависимости от их национальности Должны забирать в милицию Вести с ним правилактическую беседу Штрафовать на тысячу рублей А если они регулярно это совершают Сажать на трое суток И у меня здесь позиция очень простая, очень ясная Все равно мне какой национальности эти хулиганы Все будут забирать в милицию, если они действительно хулиганят Вот и все Немного у нас звучало вопросов о транспорте А их в Твиттере задают Пользователь Юджин говорит, что в продвинутых европейских городах Существует четыре вида транспорта Метро, автобус, такси, велосипед Как будет регулироваться такси в Москве? Такси в Москве должно регулироваться таким образом Что это бизнес Это социально значимый бизнес для города Он должен развиваться Такси должно соответствовать правилам безопасности Людям должно быть просто садиться в такси Они не должны бояться Они должны иметь возможность найти это такси Если они потеряли там кошелек Или какие-то вопросы остались к этому таксисту Они должны иметь возможность пожаловаться на таксисту Поэтому этот вид услуги должен лицензироваться Таким образом, как это происходит в крупнейших городах Типа Нью-Йорка Достаточно простая лицензия Автомобиль такси должен визуально отличаться И все остальное регулирование должно на него распространяться В принципе, то, что сейчас происходит в отношении такси Это одна из немногих вещей Которые Собяне достаточно неплохо делал Делает, мы должны это развивать Для того, чтобы не было вот этих, как мы их все называем Так, может быть, не очень политкорректно Шахид такси А было нормальное такси Желтого или какого-то цвета С очевидной расцветкой Когда вы в него садитесь Вы видите карточку с фамилией, имя, отчеством этого человека С его фотографией С его лицензионным номером С его бортовым номером Чтобы вы могли пожаловаться Получить хорошую услугу И остаться довольны Ну и раз уж пошла такая пьянка Вопрос отселения на Алексея Какая пьянка пошла? Про транспорт Вопрос Навальному Когда будут организованы полноценные велосипедные дорожки На всей территории города? Ну, полноценные велосипедные дорожки На всей территории города Естественно, невозможно сделать поминовение волшебной палочки Это очень сильно связано В том числе Я уже говорил здесь о проблеме Когда у нас просто все тротуары И все проезжие части забиты автомобилями Это вопрос общей транспортной концепции Когда мы разгрузим город от запаркованных автомобилей Центр города Наверное, и в центре города будет появляться больше велосипедных дорожек Сейчас есть стратегия Велосипедные дорожки появляются Просто иногда, вот, например Я как житель Марьино Я очень иронично воспринимаю некоторые решения по велосипедным дорожкам Первая велосипедная дорожка в городе Была открыта недалеко от моего дома Она начинается совсем около моего дома А заканчивается около нефтеперерабатывающего завода в Капотне Который где-то в 5 километрах от моего дома находится Кто будет ездить по этой велосипедной дорожке На фоне горящего факела Я не знаю Поэтому просто здесь не нужна компанейщина А нужны нормальные решения Которые в первую очередь как раз делают местные власти То есть вот когда какой-то умник на Тверской 13 Решает сделать велодорожку Как раз и получается велодорожка в Капотне На нефтеперабатывающий завод Когда районное управление и местное сообщество Местные велосипедисты говорят Мы хотим дорожку по такому маршруту И местное планировочное управление ее согласовывает Получается что-то приличное И мне кажется вот именно по такой стратегии нужно двигаться Еще один вопрос из Твиттера Простите Задает его пользователь Саюмбике Давлит Киндеева Алексей Анатольевич Не изменилось ли ваше решение Уволить Капкова Если вы станете мэром? Я стараюсь принимать те решения Которые я обдумываю У меня нет какого-то специального решения Уволить Капкова У меня есть просто политические взгляды На тех единороссов Которые работают в правительстве Москвы На тех членов команды Собянина Или бывших членов команды Лужкова Для меня они Все люди которые отвечают За вот этот мафиозный И коррупционный стиль управления городом Они сидят В соседних кабинетах Может быть Капков Или условный Капков Какой-то человек Икс Сам по себе является неплохим чиновником Но он точно совершенно знает Что в соседний кабинет Кто-то сейчас там заносит в чемодане Два миллиона долларов Он знает это все И сидит в этом правительстве Поэтому я не собираюсь работать с людьми Которые толерантны к коррупции Которые готовы быть частью мафиозной системы Неважно самим мафиози Или советникам мафиози Все равно Это одна для меня мафия Поэтому я с сотрудниками С представителями мафии Вместе работать не собираюсь Собственно говоря простите Давайте я перехвачу этот вопрос Тем не менее Ваши транспортные Такие инициативы Они в общем-то повторяют Все то что делает Максим Лексутов Сейчас на посту Собственно говоря Главы департамента транспорта Не смущает? Ну во-первых В первую очередь я хочу извиниться Я вижу с какой ненавистью Вы смотрите за то что мне приносит горячий чай Я вижу что вы очень сильно замерзли Я готов поделиться Ну вот у меня только один стакан Два стаканчика уже Что касается Лексутова Это совершенно не так Это неверное представление Нынешняя стратегия мэрии Москвы В отношении транспорта Заключается в том что они выделяют Колоссальные деньги Сотни миллиардов рублей На реализацию Грандиозных Строительных проектов Развязок Вот эти все их эстакады Тоннели Это все то что съедает Большую часть бюджета Это неправильно И это имеет свою цель Только кормление Вот этой вот мафии транспортной У нас главные сейчас подрядчики По строительству дорог Кто? Ротенберги Путинские друзья И все остальные Какие-то весьма сомнительные бизнесмены Которые раньше не имели Никакого отношения К строительству дорог А сейчас когда миллиарды пошли Они почему-то все записались Дорожные строители Деньги Которые есть в Москве Должны выделяться Скорее на создание капиллярной сети Связывание районов У нас чтобы переехать Из одного района в другой Нужно через МКАД ехать Или через третье кольцо На расшивку узких мест В первую очередь Мы должны направлять средства А не бухивать их Для строительства Северо-западных хорд Южных ракат Алабяно-балтийских тоннелей И других проектов Которые строятся В 2-3 раза дороже бюджета Реальной стоимости И не имеют под собой Никаких серьезных расчетов И градостроительных обоснований Давайте прямо сейчас Дорогие друзья Несколько вопросов из зала Мы видим что вас очень много К сожалению Никита Вот смотри У нас там молодой человек В розовой рубашке Вот прям вот 40 минут Ну давайте Один вопрос Коротко только господа Алексей Анатольевич Наконец-то добрался Я думал все вопросы у вас проплачены Коротко-коротко Только коротко Громов Максим Хочу узнать Что вы сделаете Для малого бизнеса в Москве Потому что малый бизнес Это основные налогоплательщики в городе И сразу в поддержку К моему другу Московское отделение партии ЛДПР Алексей Как вы видите свою судьбу в дальнейшем После выборов мэра Если вы победите Это одно Тогда я вам задам другой вопрос Если проиграть Это другое Вы просто много вопросов задали Что я уже забыл Извините Тогда про малый бизнес Извините Такой еще вопрос Как вы думаете Как вы будете решать проблему москвичей В связи с тем Что Дмитрий Медведев И Владимир Путин Приняли закон О повышении оплаты электроэнергии В городе Москве И по всей России Что нам Греть чайник теперь 6 раз в месяц Спасибо большое за ваш вопрос Давайте сначала с малого бизнеса Значит с малого бизнеса Ну во-первых К сожалению Вы ошибаетесь Когда говорите Что малый бизнес Это большое количество поступлений В московский бюджет Это совершенно к сожалению не так Это таким образом обстоят дела В нормальных городах У нас все-таки бюджет наполняется Немножко по-другому Для малого бизнеса Который действительно В Москве находится в загоне Ведь Москва В рейтинге городов Удобных для бизнеса По версии Всемирного банка Находится в России На 30-м На позорном 30-м месте Находится Москва Значит в Москве нужно Снижение административного барьера И мы написали это в программе Важнейшая вещь Которая нужна малому бизнесу в Москве Это помещение в аренду Невозможно найти помещение в аренду Для малого бизнеса Просто невозможно Вот видите Как легко Перевербовать Представителей ЛДПР Нужно сказать правильные вещи Значит Вот смотрите У нас сейчас Огромное количество Помещений Находится в городской собственности Не существует Реестра Где можно посмотреть По какой цене Они сдаются в аренду И мы все знаем Что они сдаются в аренду Своим людям А в субаренду По цене В 10 раз дороже Мы даже законопроект Написали По которому Будет опубликован реестр И каждый из нас Может увидеть Кому сдано в аренду И по какой цене Сдано в субаренду Если там как обычно Разница в 10 раз Туда приходят Представители города Расторгают этот договор И мы выбросим на рынок Сотни тысяч квадратных метров Доступного арендных площадей Для малого бизнеса Это самое главное Что ему нужно сделать Второй был вопрос Про электроэнергию Про электроэнергию Вы имели ввиду Скорее всего Вот этот вот Социальный стандарт Про электроэнергию Который сейчас ввели Медведев и Путин Но Просто Они же считают Что мы такие просто Все глупые И не понимаем Что это такое Они называют это Социальным стандартом Хотя это является Конечно повышение Платы За ЖКХ За электричество Потому что Этот социальный стандарт Его невозможно Соблюсти Если вы включили Лампочку на кухне Лампочку в туалете И включили компьютер То все Вы уже вылетели Из этого стандарта И вам придется платить больше Это просто Закамуфлированное Повышение ЖКХ Для того чтобы Формально не повышать тариф Его по закону Можно повышать Ограниченное количество раз Они мухлюют И обманывают нас В Москве Это вообще неприемлемо В Москве И так задранный тариф Мы платим очень много Поэтому я и выступаю За проведение аудита Тарифа ЖКХ Когда я проведу Как мэр аудит Тарифа ЖКХ Мы увидим Как много мы с вами Сможем выкинуть Необоснованных затрат В этом тарифе И тариф в Москве Не просто не должен расти В ближайшее время А его и понизить можно Нет, стоп, стоп Все, хватит Нет, господа Пожалуйста Не меняем регламент Господа Очень много вопросов Простите Но мы ждали задать вам Даже не один А три вопроса Поэтому имейте уважение К остальным Давайте у нас количество публики Увеличивается на крыше Давайте еще вопрос Давайте вот девушка Здесь хотела задать Тысячу лет вопрос Да, наконец-то Алексей, представьте Все хорошо Вы избранный мэр Все прекрасно Вы замечательны Но Почему-то вы людям Не понравились И они вышли на Болотную площадь Либо против Вашего какого-то решения Либо решения правительства Москвы Это первый случай И второй Конкретно против вас Мэра Навального В отставку Стратегия ваших действий Я Первое Не сомневаюсь В своей победе Второе Я не сомневаюсь В том, что Естественно В огромном городе Будет Ну просто по статистике Большое количество людей Которые со мной Будут не согласны Есть другие политические партии Которые как минимум Будут со мной не согласны И будут меня критиковать Это нормальная ситуация Оппозиция Оппозиция мне нужна самому Для того, чтобы В том числе Члены моей команды Не коррумпировались Для того, чтобы За нами За всеми наблюдали Если люди выходят На Болотную площадь И кричат Навального В отставку Я даю им возможность Выйти И покричать Навального В отставку Я внимательно слежу Почему Они говорят Навального В отставку И если Что-то можно исправить Я исправляю В любом случае Я веду с этими людьми диалог Потому что они для меня Москвичи И я хотел бы Переизбраться На следующий срок Я хотел бы Отслужить москвичам Два срока И уйти мэром Которого любят И уважают И мэром Про которого будут говорить Что да Против него была оппозиция Но вся эта оппозиция Совершенно Спокойно Митинговала И устраивала Демонстрации Никто ее не разгонял Никто никого не бил Резиновыми дубинами По голове И я всегда прислушивался Со всем Ко всем критическим Мнениям Которые были высказаны В отношении меня Так давайте просто Далеко не отходить Вы уже задавали вопрос Давайте Много довольных людей Хотят Действительно Очень много рук Добрый день Алексей Уважаемый ведущий Все присутствующие Меня зовут Ольга У меня вопрос следующий В настоящее время Московские власти Решают вопросы С очередью На жилье в Москве Для горожан Я имею ввиду Решают путем геноцида Этих очередников Например Инвалидам Не предоставляют Во внечередном порядке Положенное жилье По социальному закону О защите прав инвалидов Снимают с очереди Многодетные семьи Снимают с очереди Одиноких разведенных матерей Которые воспитывают Самостоятельно Несовершеннолетних детей А именно Если находятся Лишней собственность У их уже давно Бывших мужей Ваше отношение К этой проблеме Считаете ли вы Очередников В целом халявщиками И как вы хотите Улучшать Как говорится Улучшать решение В этого вопроса Ну квартирный вопрос Вообще Близок мне Много Я последнее время Написал Про то как Те или иные люди Получали те или иные квартиры Первая проблема В Москве Сколько у нас очередников Вы знаете 90 тысяч семей Почти 400 тысяч человек Это огромное количество Вопрос Халявщики или не халявщики Он даже не стоит Потому что эти люди Которые по закону Должны получить квартиры Это юридические обязательства Правительства Москвы Которые мы в любом случае Должны выполнять Главное Чем нуждаются Очередники Как вы правильно сказали Их сейчас В отношении них Ведется геноцид Их просто тихонько Из очереди выкидывают Или они просто понимают Что они не двигаются Вот вопрос к вам Если вы Сама очередник Вы можете посмотреть Эту очередь сейчас Кто в ней первый Кто второй А кто 32 В настоящий момент Сайт Насколько я знаю Департамент жилищной политики Изменился Честно говоря Я например С первого раза Не смогла найти Я хотела найти И со второго Не найдете И с 32 Нету такого реестра Где вы можете Увидеть всех очередников Его не существует Именно потому Чтобы запихивать туда Своих детей Чиновников У нас вот Собянином приехало Куча народа Из Тюмени Все как очередники Уже получили квартиры Сев в центре По 200 метров Когда я стану мэром Первая моя мера Это просто Публикация этого списка Чтобы все видели Кто очередники Кто вне очереди Кто льготники Кто сверх льготники Без этой базовой меры Которая требует Эти 400 тысяч человек Уже многие годы Мы никуда не сдвинемся И это будет гарантия От того что В том числе и я И мои чиновники Мы не начнем запихивать В эту очередь Каких-то своих детей Лояльных людей Родственников И так далее Это самое главное Что нужно сделать Вот у молодого человека Здравствуйте Алексей Меня зовут Дали Олег Я один Я представляю Людей И один из десятков тысяч людей Которые принимают участие В команде Навального Я москвич Я хочу сказать вам спасибо За то что вы вернули В мой любимый город Политику Ту политику Которой не было уже На протяжении Более чем десятка лет Вопрос касательно молодежи Неоднократно разные темы Здесь поднимались Молодежи В головах молодежи Уселась мысль О том что Карьеру сделать в России Касательно Москвы В Москве невозможно В связи с тем что Пробиться В политику Пробиться в государственные Какие-то учреждения Компании И так далее Невозможно Так как все Если у тебя фамилия Не Собянин Если у тебя фамилия Не Путин И так далее Потому что там А тем более Если у тебя фамилия Навальный Это вообще Соответственно да Вот эта фамильная Клановость Пробиться через нее Возможно Что вы хотите сделать Или что вы пытаетесь Сделать с этим Спасибо Спасибо большое за вопрос В первую очередь Я может в вашем лице Хочу поблагодарить Всех тех тысяч людей Которые добровольцами Работают на нашей Избирательной кампании Это очень важно Ведь понимаете Когда я пишу Программу свою Там очень много Решений Каких-то там Каких-то конкретных проблем Если мы посмотрим Социологические опросы Что москвичами Признается как проблема Мы увидим Важнейшие вещи Транспорт Миграцию Здравоохранение Образование Но ведь по большому счету Даже если вот так мы Философски Посмотрим на это Главной проблемой Нашего города Является то Что 40% Молодых людей Не хотят жить в Москве Опросы показывают Что 40% Молодых москвичей Хотят уехать А среди студентов Это больше 50% Это реальная Просто катастрофа Национального масштаба Главное Для чего я иду На эти выборы Главное Для чего я хочу Изменить политику страны Это сделать так Чтобы у людей Появился выбор Чтобы люди Не рассматривали В качестве варианта Светлого будущего Уехать А если ты не уехал Значит твое светлое будущее Не сбылось У нас Отвратительная Уродливая система При которой Мы сами так сделали Что молодые люди Когда у них спросят Что нужно Чтобы твоя жизнь удалась Он отвечает Устроиться в Газпром И воровать в Газпроме Это отвратительно Это мерзко Это унижает нас И нашу страну Главная моя амбиция Изменить что-то в стране Чтобы люди говорили Я хочу остаться здесь Построить нормальную семью И найти нормальную работу Вот именно этого Я и хочу добиться Это главная задача Моя политическая компания Дорогие друзья У нас прекрасные новости Немножко пробились Через этот атаку И вышли в большой город У нас на связи Юля Таратута Которая находится В саду Эрмитаж Сейчас мы И с вопросами Сейчас мы должны Выйти с Юлей на связь И мне режиссеры подскажут Удалось это или нет Мы держим кулаки Юля Таратута В саду Эрмитаж Общается с людьми И люди могут задавать Свои вопросы Кандидатам В мэра Москвы Просто у нас разговор С садом Эрмитаж Идет с задержкой Потому что Так работает техника Но сейчас Я так понимаю Что Юля мы увидим Потерпите Потерпите В парк с детьми Первого числа Ну там же уже сказали Что все будет Отцеплено милицией Потому что боятся Навального Непослушных детей Ну решу Все как Лазарева Она будет организовывать Или нет Итак У нас на связи Должен быть сад Эрмитаж Не слышу от режиссеров Давайте дадим шанс Вот Добрый день Так Процесс этот идет Непросто Я надеюсь Меня слышит Красный Октябрь Я думаю Что это просто Провокация Спасибо Ну это Это может быть Не только Вячеслав Но и других Естественно Все все связано Потому что Я думаю Ну я пытаюсь Я пытаюсь Пробиться на Красный Октябрь Я надеюсь Миша Ксюша Вы меня слышите Алексей Добрый день У меня группа поддержки Мы находимся В саду Эрмитаж Я хочу напомнить Всем нашим зрителям О том что Я нахожусь Ровно в том месте В котором В котором Совсем недавно Был такой Довольно Специфический Довольно Специфический Инцидент Речь шла О том Что Татьяна Лазарева Пыталась Организовать Мероприятие Здравствуй Школа Здравствуй Школа Новый год Туда Как мы помним Не сразу Пустили Людей Которые должны были туда прийти И Собственно Единственным аргументом Против того Чтобы пустить туда людей Было Аргумент Что туда могут прийти Непослушные дети Алексея Навального Алексей Я еще раз Приветствую вас Я надеюсь Что вы И ваши дети Смогут прийти сюда всегда А вот Вокруг меня Люди Которые Ну Которые Тоже испытывают Интерес к Московским выбором Тут вообще Довольно тихо Сегодня в саду Рометаж Несколько свадеб И вот Вот такие У меня Симпатичные Москвичи Вокруг А давайте Попробуем Задать вопросы Вот Теперешнему Выступающему Алексею Навальному Партия РПР Парнас Итак Добрый день Меня зовут Алла Алексей У меня к вам Простой вопрос Наверняка Задают его Многие На каждых выборах Каждый кандидат Говорит про то Что он будет бороться С коррупцией Безусловно У вас есть программа У вас есть Стратегия Но вопрос заключается в следующем Откуда у вас уверенность Что у вас это получится И если У вас уже команда Которую вы готовы взять С собой В случае победы Ну давайте я все-таки Документирую Вот этот вот Неприятный инцидент Который произошел С Лазаревой Он лично для меня Конечно неприятен Потому что Ну он не настолько Мои дети непослушные Чтобы из-за них Закрываться термитаж Но это в принципе Говорит о том Как устроена власть В России Это мне кажется Оскорбительно Вообще для всех Москвичей Что из-за какого-то Отдельного человека Навального Петрова Иванова Запрещают школьное Детское мероприятие Ну это бред Показывает как власть Труслива Глупа и бессмысленна Что касается Вот если этот вопрос Ну совсем так ужесточить Да это же вопрос о том Что не превратитесь ли Вы сами в жулика Через два года Я хочу сказать две вещи Первая Я обращаюсь к москвичам Своей программой По борьбе с коррупцией И считаю Что они могут мне поверить Потому что Всей своей предыдущей Деятельностью Долгие годы Я показывал Что я сам могу жить По тем стандартам Которые требуют от других Наш фонд борьбы с коррупцией Финансируется тысячами людей Это абсолютно прозрачное финансирование Можно посмотреть Как тратятся деньги Вплоть до копейки У кого какие зарплаты У кого какая эффективность работы Это первое Но второе Я не прошу Просто поверить мне на слово Именно поэтому Мы в программе Прописали меры По Тому что мы с первого дня Начнем строить Такой забор Непреодолимый Между мной Моей командой И коррупцией Мы в принципе Изменим власть таким образом Что коррумпированным Будет Быть сложно Будет быть страшно И скорее всего тебя поймают Ну например Сейчас Мэр Москвы Может туда-сюда Швырять подряды На миллиарды рублей У нас в программе положение Что ни один строительный проект Стоимостью больше миллиарда рублей Не будет принят Если у этого нет Международной экспертизы Мы перенесем Решения В коллегиальные органы У нас Есть законопроект О том что будут Публиковаться Все документы Все протоколы заседаний Вот сейчас Если вы хотите Например Найти протокол заседания Правительства Москвы Которая решила Построить что-то там За много миллиардов Вы не найдете его Вы не узнаете Кто как голосовал Не узнаете обсуждения У нас это все будет Абсолютно открыто Вся документация Будет публиковаться Мы перенесем Огромное количество Полномочий Вниз На уровень районных управ Мы дадим Возможность Людям Отменять Мои решения В том числе Через проведение Местных референдумов То есть Просто мы начнем Делать систему Такой Чтобы вам не нужно Было просто верить Навальному А чтобы вы понимали Что система власти Устроена таким образом Что если он стал Коррумпированным Вы его сразу поймаете Если он стал Коррумпированным То значит Нормально избранная Мосгурдума Объявила ему Недоверие Если он стал Коррумпированным То в неочередных выборах На честных выборах Вы придете И меня просто-напросто Переизберете Ну а теперь В режиме Блиц Да Давайте Алексей Очень быстро Вопрос из твитера Огромное количество Подобных вопросов Ген Генович например Спрашивает Есть ли у вас план В случае фальсификации На выборах мэра Москвы План наш заключается В том что мы уже Две с половиной тысячи Членов комиссии Справа решающего голоса Отправили Мы хотим рекрутировать Одиннадцать тысяч Наблюдателей Минимум И пользоваться случаем Я вновь призываю вас Всех приходить Наблюдателем Никакого другого плана Кроме того как Сами москвичи Приходят на избирательные Участки И защищают свои Собственные результаты Голосования Быть не может Это наша общая задача А что вы будете делать Собственно говоря Еще один вопрос из твиттера Что вы и ваша команда В случае избрания Сергея Семеновича Собянина В первом туре Без явных фальсификаций Я уверен Что без явных фальсификаций Никакое избрание Сергея Семеновича В первом туре Не может случиться Мы видим По социологическим данным И по всем остальным признакам Что второй тур Практически неизбежен Мы думаем только о том Как мобилизовать москвичей Как сделать так Чтобы каждый сторонник Привел с собой Еще 10 человек На участок И я знаю Что если мы сделаем это И я верю Что мы это сделаем Второй тур неизбежен А вторым турем Обязательно выиграем Давайте дадим слово городу Давайте дадим слово городу Районы Москвы Задают свои вопросы Специально Алексею Навальному Ну у нас мне кажется Не было печатных Итак Вопрос из печатников Вопрос к Алексею Навальному Откуда достается информация По поводу нынешнего мэра Какая информация Имеется ввиду Скорее всего Собянинские дочки Знаменитые Откуда они приобретали квартиры Вы знаете что Это Хорошо для нашего фонда Борьбы с коррупцией И очень плохо для страны У нас просто коррупция Настолько очевидна Она даже не скрывается Вот нам ничего искать Чтобы разоблачать жуликов Чтобы найти Информацию о том Что Собянин Неизвестно на какие доходы Купил своей дочке квартиру Одной там за 116 Другой за 170 миллионов рублей Нам не нужны разведчики Шпионы Или какие-то такие штуки Из шпионских фильмов Это открытые Реестры В которых мы просто Это все смотрим Коррупция К нашему общему ужасу Она просто Вот вообще даже Не скрывается в России Я здесь уже многократно Привел примеры Просите стройки Завышенные по цене в два раза Это те вещи Которые обсуждаются На телевидении Про которые пишут в газетах Про которые все все знают Но этого даже Никто не скрывается Поэтому я иду на выборы Что мы должны хотя бы Первоочередные меры По борьбе с коррупцией Применить И они заработают Потому что коррупции Настолько много Что вот прям лови Этих жуликов И сажай Еще один вопрос У нас был Уже было Бутова Все равно из Бутова Но специально для Алексея Навального Добрый день Меня зовут Ирина Я бы хотела уточнить У кандидата Алексея Навального По поводу его экономической команды Которая ему поможет И в случае его избрания Именно по части экономики В части его юридических успехов Мы в курсе Хотелось бы уточнить Именно его экономическую платформу Более подробно Если это возможно Спасибо Спасибо большое У нас уже сегодня был вопрос о команде И я ответил Что по нашей стратегии Конкретные имена Мы публикуем Во втором туре Но что касается Экономической составляющей Моей программы Она вообще известна Я думаю Что здесь Я очень горжусь тем Что один из известнейших Самый известный Российский экономист Один из известных Мировых экономистов Сергей Гуреев Внес свой очень большой вклад Именно в экономическую часть Нашей программы Я считаю Что у нас самая сильная Среди всех кандидатов И здесь уж мы точно Дадим 100 очков вперед Кому угодно До конца встречи с Алексеем Навальным У нас остается меньше 10 минут Уже Около 10 минут Поэтому Быстрый вопрос Быстрый ответ В режиме БЛИЦ Вопросы в формате буквально 30 секунд БЛИЦ Прошу вас Здравствуйте Я Алексей Меня зовут Гришин Игорь Я из города Королёва Которую надеюсь Вы не будете присоединяться к Москве Вопрос другой Дело в том что Давайте быстро Получится Я следил за вашей избирательной компанией Общался с вашими волонтерами И у меня сложилось впечатление Что у них есть безоговорочная вера В вашу непогрешимость Вопрос Не боитесь ли вы Что 8 сентября Будет не битва Между добром и нейтралитетом А битва между нейтралитетом И культом личности Спасибо В команде волонтеров Тысячи людей Зарегистрировалось 14 тысяч человек Это очень разные люди По моим ощущениям Они не столько поддерживают меня Хотя поддерживают Они поддерживают себя И свою семью Они просто идут К нормальному будущему Это разные люди Про какой культ личности Здесь не идет речь Я очень благодарен тем людям Которые меня поддерживают И везде ходят Там я не знаю С моими плакатами И так далее Это часть Это жанр избирательной кампании Но главная идея Которую они вкладывают И они вам пояснят Если вы поговорите с ними Заключается в том Что они просто хотят перемен Наверное Они с моим именем Эти перемены связывают За что я людям благодарен Но в этом смысле Я просто часть команды Этих людей Потому что я тоже Обычный гражданин России Обычный москвич Который вместе с ними Хочет перемен Быстрый вопрос Быстрый ответ Давайте очень быстро Добрый день Меня зовут Владимир Что будет с территорией Завода ЗИЛ И будет ли допуск Иностранных компаний На городские тендеры Что касается Территория завода ЗИЛ Это не то решение Которое можно Прямо отсюда сказать Это решение Профессионального обсуждения Я много здесь говорил О том Что не должно быть Волюнтаристских решений Обсуждаем Смотрим Считаем Что касается Допуска Иностранных компаний Безусловно будет Я считаю Что это очень важно Допустить Иностранных И заказчиков И проектировщиков И строителей На московский строительный рынок Потому что он Очень монополизирован Мы понимаем Что строители Все равно дают Рабочие места Гражданам России Рабочих же Метростроителей И Швейцарии Не повезут И дорожников не повезут Они дадут больше Работы Гражданам России Но при этом Мы серьезно снизим Коррупцию И серьезно снизим Стоимость подрядов Слово третьему этажу Великий Кремер Пожалуйста Да я здесь И вот у меня вопрос От девушки Представьтесь пожалуйста Здравствуйте Алексей Меня зовут Юлия Я приехала из Зеленограда Вот вы были у нас в Зеленограде Сказали что мама ваша у нас жила Что она училась в Зеленоградской школе Скажите А вот что вы знаете о Зеленограде И как улучшится жизнь зеленоградцев Если вы станете мэром Спасибо Про Зеленоград я знаю очень много Действительно У меня мать из Зеленограда Я научил Зеленограде Все совершенно верно было сказано Зеленоград нуждается в развитии Зеленоград строился Как изначально спутник Москвы В котором есть рабочие места На территории Зеленограда Сейчас к сожалению Большинство зеленоградцев Вынуждены ездить на работу в Москву И это порождает колоссальную проблему И усугубляет транспортную пробку Добраться из Зеленограда невозможно Зеленоград нужно развивать Как город высоких технологий Нам не нужно заниматься каким-то сколковым И вкладывать деньги в какие-то мифические вещи Давайте в Зеленограде создавать В первую очередь рабочие места Чтобы зеленоградцы могли работать в Зеленограде Это главная проблема Алексей, пока иду до первого ряда Вопросы с твиттера Очень много подобных вопросов Вернете ли вы ларьки у метро? Ларьки у метро Такого понятия не существует Есть разные ларьки у разных метро Это вопрос местного значения Который не должен приниматься на уровне мэрии Районные управы и местные сообщества Сами принимают решение Нужно это или не нужно Если речь идет о продуктовых рынках Уверяю вас, что большинство москвичей Хотят, чтобы продовольственные рынки оставались Потому что я сам на продовольственном рынке Покупаю мясо и фрукты и овощи Поэтому это вопрос местного сообщества Если они хотят, чтобы это оставалось Оно останется Еще один вопрос У нас уже тут больше народу, чем у вас на крыше Поэтому я отвоевываю место И вот сейчас следующий вопрос Добрый день, добрый день Игорь Владимирович А можно в центр выйти или не надо? Нет, можно коротко задать вопрос Ну давайте, коротко значит такой вопрос Значит вот мы смотрим всю программу Вот это фракция ЛДПР сразу говорю вам То есть человек сказал, что мы согласны Там бывает легко переубедить Это неправда Значит вопрос короткий Короткий вопрос, короче некуда Смысл голосовать вот за этого нищету Вот эту, честное слово Я живу в Москве Понимаете? И этот человек говорит, что Вот у Собянина дочки Послушайте внимательно Квартиры, то да сё Да этот он, если пройдет власти Он отожмет не то, что квартиры Здание отожмет Спасибо У вас вопрос какой-то Вопрос есть Вопрос есть Зачем мне? У меня московская прописка Я не москвич Но я живу нормально Я плачу 6 тысяч за свою комнату Вы вопрос можете задать? Смысл нам, москвичам, голосовать за нищету Всё, спасибо Ура Секунду Ну, судя по всему Если вы говорите, что вы снимаете комнату К сожалению У вас не будет возможности проголосовать По временной регистрации в Москве не голосуют Смысл любому москвичу Голосовать за нормальную власть Не голосуйте за меня Голосуйте за снижение коррупции Не голосуйте за меня Голосуйте за нормальные арендные условия Для малого бизнеса Не голосуйте, может быть, за Навального Голосуйте за то, чтобы дороги строили по рыночной цене Тогда не будет в Москве нищеты, как вы говорите Я не знаю, почему вы меня отнесли к этой нищете Я не очень богатый человек Я обычный нормальный средний москвич Я иду на эти выборы, чтобы обычные нормальные средние москвичи Жили лучше В том числе и вы, несмотря на вашу такую агрессивность Отлично, ваш вопрос Очень коротко, спасибо Михаил Шейнкер Вопрос с некоторым намеком Поближе микрофон Дальше в этой ситуации Как вы себя ведете? Вопрос, повторяю, с намеком Спасибо Я, честно говоря, много раз ответил на этот вопрос Я даже намеку никакого не вижу Я отвечаю совершенно прямо Еще раз Мы поэтому и написали Измени Россию, начни с Москвы Если в Москве будет избран мэр Не избирательными комиссиями, не подконтрольными телевидениями, а москвичами Ситуация изменится Если в Москве будет, наконец-то, избран мэр Который не коррумпирован и борется с коррупцией Ситуация изменится Если я буду избран мэром Москвы Федеральная власть в том виде, в котором мы ее знаем Перестанет существовать Не в результате революции или потрясений А в результате того, что федеральные власти поймут Что москвичи, 15% населения страны пришли на участки и сказали Нет, мы больше так жить не хотим Мы не хотим коррупции Мы не хотим политической цензуры Мы не хотим телефонного права в судах Когда я стану мэром, мы этого обязательно добьемся Собственно, давайте, вот я немножко вернемся на пол вопроса назад К нищете Тут у нас вопрос Сергея Голубева из Твиттера Сейчас Навальный ездит на автомобиле стоимостью больше полутора миллионов рублей? Сейчас я езжу на автомобиле, который арендует мне штаб официально с избирательного фонда Я вот сейчас от вас уезжаю в Новокосино У меня встреча, потом у меня встреча в Новогиреево, еще в одном районе Москвы Поэтому я даже не на легковой машине сейчас езжу, а езжу на микроавтобусе Потому что вместе со мной ездит много людей Я фактически живу в этой машине, ее арендует штаб Адольф, хэштег прямая линия, Алексей, что вы знаете о московском Спартаке? Я сразу скажу, что я небольшой фанат футбола Если вы сейчас мне начнете спрашивать, кто там за кого играет И какие другие подробности Я вам скажу, что да, я болею за Спартак скорее по территориальному принципу Для меня Спартак ассоциируется с Москвой Я знаю, что многие люди в моей команде даже Ребята, которые, например, встречи организуют Они так получилось в основном за Динамо И когда мне на встречу спрашивают Навальный, за кого болеешь? Я говорю, за Спартак Они прям, я вижу, зеленеют от злости Для меня это просто один из принципов москвича Я болею за Спартак, хотя, может быть, к сожалению, я футболом не так сильно интересуюсь Катя, 27, хэштег прямая линия Вопросы культуры совсем не освещаете Вы знаете о проблемах театров музеев Посещаете ли театры? Посещаю не так часто, как хотелось бы Но стараюсь, конечно, не отставая Я не являюсь таким очень продвинутым в этом смысле москвичом Но стараюсь, по крайней мере, выдержать какую-то среднюю планку Алексей, Андрей Вишневский с хэштегом прямая линия Спрашивает, ваше отношение к работе столичной полиции Как будете взаимодействовать с силовиками, когда станете мэром? Столичная полиция работает отвратительно Конечно, это не вопрос регулирования московского мэра Но мы применим многие средства, которые есть в нашем распоряжении Начиная от видеокамер, которые находятся в городском подчинении Которые, например, Лондон и Сингапур серьезно снижают уличную преступность Мы применим возможное использование дополнительных частных охранных предприятий К патрулированию улиц, чтобы помогать полиции И самое главное, мы вернем выборность мировых судей И тогда мировые суди будут подчиняться не телефонному праву А будут нормально работать, в том числе и справедливо разрешать конфликтные вопросы Между правоохранителями и горожанами Алексей Вишневский, прямая линия Позвольте, коллеги, последний вопрос Если вас изберут мэром, в ходе работы вам придется встретиться с Путиным Пожмете ли вы ему руку? Я встречусь с Путиным И я, как человек, который находится на определенной должности Которому москвичи потребовали взаимодействовать с Путиным Конечно, я буду соблюдать все рамки формального протокола Я буду говорить здравствуйте, я буду говорить до свидания Я буду пожимать руку Я буду даже улыбаться на камеру Потому что москвичи обязали меня этой должностью делать это все Несмотря на то, что внутренне, конечно, я понимаю, что Путин мой идеологический противник Алексей, вопрос этот много звучал и в Твиттере, и меня он тоже интересует Кто из мировых политиков, мэров вызывает у вас уважение? На кого вы бы хотели ориентироваться, может быть, в чем-то быть похожим? Вопрос и о политиках, вопрос о городах мне часто задают Скорее, это некий синтетический образ Если я говорю про общественный транспорт, то для меня это Берлин Если я говорю про открытость власти, открытость бюджета Доступность власти, сменяемость власти, возможности давить на власть Это Нью-Йорк Если бы говорить про вопрос местного самоправления Здесь много можно примеров взять с Лондона Я хотел бы, чтобы Москва стала тем городом, который другие кандидаты в мэры других городов скорее приводят в пример Алексей, к сожалению, время подошло к концу Поэтому у вас есть буквально 30 секунд для какого-то завершающего слова И надо будет уступить место следующему оратору Спасибо большое, я хотел поблагодарить всех, кто смотрел эту прямую линию В первую очередь, благодарить вас всех, потому что я вижу, что вы ужасно замерзли Тем не менее, полтора часа здесь сидели 8 числа приходите все на выборы У нас еще есть время для того, чтобы привести на эти выборы своих друзей, знакомых и родственников Есть время для того, чтобы вести активную избирательную кампанию Это финишная прямая, она очень важна Немножко усилий, и мы обязательно победим Ура, победа будет за нами! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Телеканал «Дождь» и городская газета «Сити Бум» представляют Прямая линия Мэр и москвичи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова